Здравствуйте, друзья! Сегодняшний обзор посвящен игровой гарнитуре от компании Razer Kraken Pro V2, называется эта модель. Аналоговая спортивная гарнитура, написано здесь. Очень приятная коробочка, такая интересная, стильная, по крайней мере. Как ее открыть? Отмечается особо чистый звук, легкий вес, что не даст ваше шею уставать, 50 мм излучатели с неодимовыми магнитами, цельная алюминиевая рама, полностью выдвижной микрофон, съемные амбушюры, ультрапрочный армированный кабель из кевлара. Из характеристик отметим частотный диапазон от 12 Гц до 28 тысяч, сопротивление 32 Ом, кабель 1,3 метра, параметры микрофона и прочее на экране. Открыть ее оказалось непросто, но я справился, я вообще талантлив. Вот она перед вами, красавица гарнитура. Очень стильно, все очень солидно, это приятно. Наушники массивные, не самые легкие из тех, которые я в этих обзорах держал в руках, достаточно терпимо, легче студийных, по крайней мере, наушников. Кожа плотная, тоже очевидная, эко-кожа или кожзаменитель, которая обладает повышенной помехозащищенностью, но при этом в них может быть жарко, предположим. А вот оголовье тканем покрытое с тем, чтобы не раздражать поверхность головы, особенно граждан с низким волосяным покровом. На оголовье написано RAZER, похоже на прорезиненную, однако фактурную поверхность. Большой диапазон выдвижения чашек. Очевидно, рассчитано на гулливеровый или липутовый одновременно. Выдвижной микрофон, что, конечно, безусловно удобно, когда он не нужен, прячем его. Поворот небольшой, движения небольшие могут быть. Кабель не очень толстый, однако прочный, в очень плотной текстильной изоляции. И на разрыв чувствуется, что вух. Сталь. Из органов управления имеется такой вот пультик с регулятором громкости и кнопочки отключения. Изящный, маленький, ничего лишнего. Все лаконично, просто, понятно и наверняка надежно. Кабели идут с переходником, соответственно, с четырехконтактного на два трехконтактных. Что тоже разумно, по крайней мере. Длина кабеля достаточна для применения. Что ж, мне такой дизайн нравится. Посмотрим, на что способны эти наушники. Померяем их, послушаем. Отденем на голову Ноймана. Потому что на моей голове вряд ли вам доставят удовольствие лицезреть этот шедевр. Сейчас мы померяем кривую импеданцию этих наушников Ryzen Riser Kraken Pro V2. Для этого я подключил их к измерительной схеме, к звуковой карте, к компьютеру. И посмотрим, какое все-таки сопротивление, импеданс, кривую импеданса построим. Слышим характерный звук и не видим. Назовем это Ryzen Kraken Pro V2. У нее есть регулятор громкости в этой гарнитурке. Выставлю-ка я среднее положение по мере импеданса. Вот в районе 70 Гц получилось. Первый раз измерения показали на около 30 Гц. И в максимальном положении. Звука нету. Сопротивление 350 Ом. Положение максимального затухания я имел ввиду. Вот какие получились графики кривых с регулировкой громкости. Значит, в максимально открытом входе этих наушников сопротивление около 30 Ом. В среднем положении, скажем, среднее, видимо, положение. В положении максимального затухания 350 Ом показывает сопротивление. Сейчас я вам продемонстрирую, как эти наушники подавляют внешний шум. Для этого я запущу генератор розового шума с колонки, установленной рядом с наушниками. И вы услышите, как голова Ноймана слышит внешний шум в наушниках. И без наушников. Теперь покажу этот эффект в графиках. В наушниках Нойман слышит вот это. А без наушников Ноймана слышит шум поярче. Если сложить эти кривые, становится ясно, что они давят шум от 800 Гц. И величина подавления достигает 40 дБ, что совсем немало. Осталось прослушать стандартный для моего канала набор треков. Интересно, как они прозвучат на этой модели наушников. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok